Итак, есть чувство собственного достоинства. Основная проблема жизни человека заключается в том, что он не знает, что в отношениях с людьми, в отношениях с природой, в отношениях с этим миром человек всегда должен отвлекаться от своих потребностей, потому что они душат постоянно. И надо всегда стараться заботиться о других. И тогда человек наполняется. Понимаете, первое правило, которое делает человека здоровым, запомните его и следите за собой в этом плане. Допустим, я беспокоюсь, я волнуюсь, я нервничаю, я напряжен. Это все означает, что человек сильно прикован к себе. И это означает истощение батареек, которые делают человека здоровым и счастливым. Для того, чтобы батарейки пополнялись, нужно думать о природе, думать о людях, думать о Боге. И это насилие над собой надо совершать, потому что чувство собственного достоинства нужно переключать силой. Если ты это не делаешь, оно всегда переключается на себя автоматически. Представьте, такой выключатель, у него два положения. И в одно положение он сам входит, если вы об этом не думаете. И вот в этом положении он истощает вас, а в другом положении вы заряжаетесь. И вот представьте, вы так раз переключили, заряжаете, он раз опять переключился сам, вы его опять назад. Вот так мы должны жить, постоянно переключать назад. То есть о себе начал думать, переключил. Потому что если человек не заряжается, он, знаете, как человек заряжается? С помощью любви. Энергия любви заряжает человека. У нас есть фестиваль «Благость» в Анапе. Мы там так тренируем своих персоналов, у нас там обслуживающий персонал порядка 120-130 человек. И мы просто тренируем всех постоянно улыбаться, заботиться о людях. И они выдыхаются, конечно, но душой сильно отдыхают. И люди, когда в такую атмосферу приезжают, все любят друг друга, заботятся, радуются. Они очень сильно отдыхают сердцем. Кто из вас был на фестивале? Есть такие? Согласны с этим? Давно были? А, вот на последний фестиваль были, осенью. Еще не успели отойти, да? Понимаете? То есть там такая атмосфера счастья, вот это вот. И вот, ну, люди расслабляются. Сначала они приезжают, там мозги выносят по жилью, там. Проходят три дня, и они такие все счастливые. И уже там, если что-то не так, там с комфортом, уютом, они вообще даже не обращают внимания. Потому что кругом вот все любят друг друга, заботятся. Об этом даже и песни. Вот, допустим, вот. С нашего фестиваля супруги Сколовы красиво очень поют. Я их песни использую в лекциях. Вот это вот мысли не о себе, но строятся на Бога. Мы проснемся в ладонях Бога, и мы с ним на его ладони. Мы в руках его еще будем, каждый миг ты об этом помнишь. На полянах, на травах сладким, подраспахнутым светлым небом. Мы дышать и смеяться будем, подлежим по проборам леса, по цветным ароматным грядям, по горам, по высоким скалам. Мы увидим его бескрайность, и заберем в далеком зоне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Красиво. Ну вот это означает вот такая песня, настроенная бескорыстно на чистоту. Видите, когда человек любит травы, любит горы, он заряжается. И вот когда даже об этом поют, человек тоже заряжается, он становится счастливым. Часто сейчас люди поют всякую ерунду. А петь надо вот именно о чистоте, о любви, о радости. Песня должна быть наполнять человека. То есть любовь песни — это любовь. Когда любовь наполняет, человек отдыхает, ему хорошо становится, он счастье начинает испытывать. В этом смысл переключения. То есть есть в ведах понятия ложное эго, а есть истинное эго. Ложное эго означает то же самое эго, просто оно направлено на себя. И почему ложное? Потому что это нас на ложный путь приводит. И в целом, если говорить об эго человека, то это фундаментальная вещь, которая вообще настраивает жизнь человека на какой-то налад. Вот если человек сильно-сильно на себе завязан, то он начинает со всеми сражаться, доказывать всем, что он прав. Он начинает ругаться, спорить, ссориться. И у него не выдерживает психика, он начинает выпивать. У него психика напряжена, начинает курить. То есть у него появляются вредные привычки, потому что он в таком накале не выдерживает. У него батарейки уже не могут нормально существовать. Он истощен такой человек. И он поэтому пытается искусственно снять напряжение сигаретами, вином и так далее. Это называется жизнь невежествия. Когда человек живет невежествия, он сильно, его ложное эго постоянно звенит. Мне, 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 мое, все меня не понимают и так далее. Понимаете? Ну, то есть есть по-мужски невежества, это когда мужчина грубо себя ведет, по-хамски там, дебоширит. А есть по-женски невежества, это обидчивость и депрессивность. Когда женщина тоже постоянно о себе думает, но она в депрессии находится. И обычно вот такому мужу такая же жена достается. То есть она в депрессии, в обиде, а он в злобе и в ненависти. И вот они счастливо живут друг с другом. Понимаете, как бы это все просто от незнания. То есть человек не знает, как побеждать судьбу. Он думает, вот у него как бы есть свое понимание, вот он этим и живет. Дальше, следующая категория людей, они более-менее отвязаны от себя. Ну то есть они в принципе не такие корыстные и они хотят, чтобы все жили хорошо. То есть эти люди настроены в принципе на сотрудничество, на гармонию. И ведут себя достаточно деликатно, стараются договариваться, стараются дружить со всеми. Но при этом они все равно, вот в конечном счете, их эго не истинное, а ложное. Оно все равно направлено на себя, но в широком смысле слова. Допустим, моей семье, моей стране, моему народу там и так далее. То есть мне в конечном счете только через расширение. Мои дети, моя жена, ну то есть через расширенное понятие. И когда человек так настроен, он все равно подгребает. То есть он все равно тянет на себя. И в результате этого создается, как говорится, конкуренция. То есть начинается напряжение у человека в жизни. Он пытается добиться себе, чтобы его семья все нормально была. Он старается больше работать, напряжен постоянно. Психика напряжена, это называется жизнь страсти. То есть человек хороший, в принципе, но он все равно не понимает, как правильно. И поэтому он истощается. И человек в страсти, он постоянно напряжен, начинает курить все равно. Смотрит телевизор по вечерам, пытается расслабиться. Переедает по вечерам и от этого становится больным. Ругается с близкими людьми, потому что, ну, все равно люди, когда истощаются, устают, они становятся несчастными. Начинают, чувствительность повышается. Начинают спорить, ругаться. Это признак усталости в основном, чаще всего. Истощение внутри. Есть люди в благости. Благость означает знание. Человек просто переключатель свой вовремя включает и силой воли заставляет себя действовать так, чтобы батарейки заряжались. То есть он желает всем счастья, он заботится о других, старается. И он знает об этом, что у него есть знание об этом, что так надо жить. Большинство людей вообще не знают, что, допустим, в древней культуре, во всех священных писаниях говорится, что если ты, ну, гостей приглашаешь в дом постоянно, всем подарки даришь, заботишься, любишь, людям служишь, у тебя в семье тоже все будет хорошо, потому что твой семейный эгоизм, он заряжается истинным эго. Он как бы не ложным, не истощением, вот нам все плохо, давайте сюда быстрее, быстрее, дугаемся, деремся, мучаемся, выпиваем и разводимся. Ну, то есть, а он, человек забывает про себя, начинает что-то других делать, его расслабляет, ему хорошо становится, все счастливы, он счастливы, он заряженным становится. Субтитры создавал DimaTorzok Видите, вот об этом песне, что надо настроиться на других, перестать думать о себе, и тогда ты будешь счастливым. Чтобы счастливым быть в любые дни, так надо беречь свою любовь, она поет. Вот эта структура психическая, эго человека, она может, ну, она взаимодействует с судьбой, и когда судьба плохо действует над человеком, еще сильнее эта структура включается, и человек уже от себя вообще отвлечься не может, он даже спать не может, потому что он думает о себе. Это состояние называется стресс. И человек, если не переключает свое эго в этот момент на других, он может сгореть вообще, и даже погибнуть от этого стресса, потому что батарейки стремительно истощаются здоровью у человека. Его энергия счастья уменьшается очень быстро, потому что он зациклен на себе, он не заряжается. Заряжаться человек может быть от природы, только от людей и от Бога. Больше нет, чего заряжаться в мире. Продолжение следует...